Тема праздника для нас всегда трепетная и живая, и оставляет нас как-то живать. Чайное переживание праздника, пожалуй, одно из самых необходимых и скомых состояний души человеческой. И в то же время оно одно из самых трудноуловимых. Переживая полноту праздника, человек, тем не менее, в то же время ощущает и его несовершенство. Ведь рано или поздно после праздника приходит будня. Что именно в празднике помогает нам пережить ее как можно полнее? Конечно, в празднике обязательно есть содержание. Осознание, проживание содержания делает участие в празднике осмысленным. В празднике обязательно есть общение. Человеку свойственно переживать и проживать содержание праздника совместно с теми, кто разделяет с тобой твою радость и готов принять тебя в этом. В празднике непременно присутствует освобождение. Освобождение от обыденного, ограниченного, пошлого. По-украински праздник свято. То есть через свято мы восходим над тем, что не свято в нас самих. В празднике происходит не только соединение нас друг с другом, но и для праздничных христиан соединение с источником свято. Ведь именно празднуя и преображаясь у Бога, мы можем встретиться и с другим преобразившим человеком. Но праздник соединяет нас не только друг с другом, здесь и сейчас. Праздник собирает воедино прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, так как происходит памятование, воспоминание о событии, породившем праздник. Настоящее, ибо сейчас имеем неповторимую радость праздничного общения. Будущее, как и все временный праздник, умножает наше упование на праздник праздника в жизни будущего. И через каждый пережитый праздник мы приближаемся к тому неиздеваемому небесному пиру. Наши десятые юбилейные чтения тоже праздник. И промыслительно в том, что это событие началось в великий христианский праздник. Праздник воздвижения часов Вяческого Христа по юлианскому календарю. День воздвижения напоминает нам важное, особенно в православии, условие праздника. Вхождение в праздник соединен с усилием, с преодолением, с тяготами. И даже, как в этом конкретном нашем празднике, со Христом. Итак, христианская душа, стремящаяся к празднику, как к содержательному пребыванию с Богом и ближним, не может не сознавать свое несовершенство и недостоинство. Мы всегда опасаемся войти на брачный пир не в брачной одежде. И не только потому, что боимся наказания, сколько почувствовать глубокой скорби из-за своего несоответственного ответа на призыв радушного господина пира. Но так как на столь любящее приглашение невозможно не ответить, то мы все же восходим к праздничному пиву, готовясь, сколь возможно, тщательно. И это благоговейное тщание в нашей традиции именуется говеньем. То есть праздник неотделим от говенья, искренней, трепетной и серьезной подготовки к чаемому событию. Слово «говенье» в настоящее время, особенно среди тех, кто пришел к христианской вере в зрелом возрасте, употребляется не столь часто. Мы больше знаем о посте. В то же время, среди тех, кому вера передалась у старшего поколения, слова «говенье» более употребительны. В чем разница между постом и говеньем? Как нам представляется, слово «пост» больше указывает на внешние действия. Именно так, согласно Евангелии, воспринимали пост иудеям. В греческом яцеке, который употребляется в новом свете, не «стерия» или буквально «неядение» можно так перетолковать. А «говенье» в греческой «эвлафи» указывает более на внутреннее состояние, внутреннее настроение спастящегося. Это греческое слово переводится как «осторожность», «предусмотрительность», «робость». Прославянский корень «говень» сохранил эмоциональную краску определенного чувства в таких современных языках, как в словацком и черском, означает «правлять снисхождение», «предоставлять», «щадить», а также в серском и хорватском «угождать». Водственно ему и латинское слово «фавео», «фавере», «благоволить», «правлять милость», отсюда «фаворит». В нашем же современном языке мы знаем слово «благоговенье», что означает особенную трепетность отношения глубокого почитания. Конечно, и в нынешнем православном обиходе мы часто встречаем упрощенное представление говения как некоторого внешнего способа поведения в приготовлении к причастию или к будущему празднику. Отсюда и восприятие заговен и разговения как действия совершенно противоположных процессу говения. Но это же более позднее ограничение первообразного значения. Итак, говением мы можем назвать внимательное, трепетное, благоговейное приготовление человека по встрече с Господом в праздничном событии. Всякий большой христианский праздник имеет глубокое содержание, постигая который мы выходим из временного, земного, и встречаемся с горним небесным. Внимательно участвуя в богослужении, верующий не может не почувствовать, что происходящий праздник – это истинная глубокая духовная реальность. В этой реальности убедительно и многообразно свидетельствуют святые отцы, авторы изумительных стихий, канолы и всех других состальных частей праздничного богослужения. Не сразу нам открывается все богатство духовного смысла богослужения. Наверное, уходит у некоторых и не один, и не два года на это. Много возникало мысль, как трудно и утомительно пробегать на богослужение людям, только начинающим приходить в церковь. Да и людей, много лет входящих на службу, знающих ее, слышащих и понимающих богослужение считанных единиц. Конечно, главнейшим источником богослужения освящающей души является благодать Божия, которая действует многоразличным образом, не только через восприятие произносимых слов, но и через богослужебные действия, хождение, благословение предстоятеля, помазание елеем, целование икон, молитвенное пение. Благодать и помимо сознания молящегося делает человека более кротким и не злобивым. Поэтому можно сказать, что благодать Божия исходит в сообразительном состоянии и возможности каждого человека. Первое, что человек приобретает на хадесной службе, это некоторое умягчение сердечное, выражаемое и в более мирном, кротком, спокойном духе, умилении, сердечном сокрушении. Слова молитвословия проходят пока еще мимо внимания души. Затем обретается некоторое внимание к словам молитвы, и человек начинает влагать свое сознание в них, сочетая свои прошения, чувствования и благодарность Богу со словами богослужебных текстов. На этом этапе слова молитвословия воспринимаются более сознанием, но затем и душа, сердце раскрывается на их благодатных содержаниях. Какие же слова богослужебных текстов являются самыми важными? Какая словесная часть богослужения центральна? Конечно, если мы берем сейчас именно все ночные будения, которые несет содержание праздника, надо говорить о Евангелии. Евангелие праздника, прочитанное на утренней, а затем на литургии, емко содержит все основания. Особенно торжественным благодатным местом богослужебного лица Палиелей, о котором так писал Святой Амкранштадтский. «Дух восторга охватит мое сердце, так как мне ощутительно присутствие благодати в Слове Божьем. Мне даже представляется, что я читаю и вливаю в себя благодать Божию». А вот слова книги Схерхио Мандрита Сафрония «Старец Силуан». Слово Христово, облеченное в смиренную, чувственно воспринимаемую форму человеческого тварного слова, могущее быть зафиксировано даже графически, оно, это слово, в своей основе есть энергия великого всемогущегося Творца Бога. Важно помнить, что Евангелие в составе богослужения органически и неразрывно соединено с другими элементами Палиэлея. Конечно, говоря о празднике, мы говорим названием доклада «Употребляем Единение Духа Плоти». Начнем все-таки со смысления того, где же духовное содержание, в чем оно духовное содержание праздника. И здесь вспомним слова святого Григория Богослова. «Красно по любомуствам о празднике, чтобы нам праздновать духовно. У всякого свой способ торжествовать, а у служителя слова состоит он в слове, в таком слове, которое всего прилишнее времени. И не увеселяет так ни одна красота любителя красот, как любителя праздников духовное празднование. Праздник и Иудей, но по букве, ибо он ищет закон телесный, закон духовный не постиг. Праздник и Элин, но телесно, сообразно со своими богами и демонами. «Праздник и мы, но праздник как угодно духу, а ему угодно, чтобы мы или говорили, или делали что-либо подобающее. И праздновать, значит, у нас приобретать для души благо, постоянное и вечно сущее, а не приходящее и скоро гиблощее». Итак, следуя святить Григорию, можно сделать такой вывод. «Духовно праздновать означает через слово Господня и Богослужение. Приобретать для души благо, постоянное и вечно обладаемое, то есть украшать душу добродетелями». Добродетели немного различны как по отношению к Богу, так и по отношению к ближнему. Поэтому праздник, он соединяет нас не только с Богом, а соединяет, конечно, нас и с ближним, в первую очередь со своей общиной. Но если говорить о содержании словесного праздника, то таким важным и возможным плодом участия в Богослужении является ненасыщаемость души, когда человек без перегруженности сознания может естественно пребывать в многочасовом молитвенном слышании кофизм, стихир, каноновом и молитвословии. По свойствам душепростоте она не занимается анализом воспринятого, но в таком благодатном восприятии слышимое сразу переходит в область благих побуждений, пожеланий и молитвенных прошений. Когда напечатлеваемые добродетели Христа, Богоматери и святы, которым посвящена служба, становятся область стремлений Духа. И в этих стремлениях Дух просит молитвы помощи для обретения этих добродетелей. Прибывая в сердечном внимании, воспринимая воображение и память слова молитвословий, умом соединяемых сердечной молитвы к Богу, мы лишь относимся к созерцанию смыслов Багмата, посвященствам расум и душам. И в этом состоянии, в таком молитвосозерцании, становится возможным усвоение богатства демокослужебных текстов. Так, в воспоминаниях архимедеда Сафрония по преподобности Иоанна Афонского, мы находим свидетельство о малописанном монархе, который, однако, знал наизусть содержание годового богослужебного цикла и участвовал в ее восстановлении наизусть. Только Духа возможно усвоить, как признаем из жития святителя Иова, Катерия Хромосковского, содержание в коленах проклеенных молитв Святой Пятидесятницы, а также молитв Витургии Василия Великого, которые святитель совершал наизусть. Но, говоря о духовном содержании праздника, конечно, мы не должны упускать и душевные, и даже, может быть, и телесные. Вообще, важно осознавать еще один аспект праздника. Праздник имеет значение как лично-устроительное, то есть устроение моей собственной души, как праздник способствует спасению моей души. Так и в содержании праздника есть община устроительного значения. То есть, на самом деле, празднуем мы не каждый сам, один друг перед Богом, один и перед Богом, но мы празднуем совместно. Поэтому мы соединяемся друг с другом. И действительно, если мы внимательно почитаем, послушаем наши святые тексты, то мы увидим, что это содержание там имеется. Например, в ближайших к нам праздниках, которые недавно были, это праздник воздвиженческого креста, мы видим, что по службе самой и по содержанию слов, что сила креста души человека, мы видим, что она там производит, и каким образом человек усваивает эту силу. И цитата на Малый вечерний. «Таинство в воображающих сердцах наших всегда крест, он возразится постоянно на нашем сердце. Это происходит, когда человек отвергает себя, ведь крест свой следует за Господом, за Господом. Согласно святите Григорию Паламе, именно это посвящало в тайну креста предхозаветных праведных. Возможно, тогда такое усвоение и желтарящей силы креста, которое происходит при благоговейном воззрении с верой на Него, и опять-таки святоблагодати крестосходящего. Цитата. «С природный пак исправить свет креста твоего». Тогда мы со святым апостолом Павлом можем хвалиться крестом Господним, то есть благодать Господа крест, который он нам дает, и нести, который он помогает своим крестам. Если мы говорим о душевном содержании праздника, то очень важно вспомнить о продолжении праздников так называемой литургии после литургии. И мы знаем, что всегда в общении на Великие праздники люди собирались совместно и радостно делились той избытком той радости, которую мы брали в богослужении. Именно здесь была есть возможность естественного сердечного соучастия друг к другу. Именно здесь обретались плоды единодушия, плодами которых являются добрители слышания ближнего, добрители участия в нем, добрители усердия в помощи в нем. Поэтому в таких собраниях общины всегда происходило обсуждение тех нужд друг друга, ближних, которые помогали людям и настроиться на такое совместное участие, совместные труды в каждом друг другу. Кроме этого душевного содержания праздника происходят народные традиции песнопений. Мы знаем, что в православных странах есть псалмы, когда люди пели, проживали в таком более нескольку духовном, как душевном песнопении, проживали в содержании праздника. Мы знаем много псалмов, посвященных и Божьей Матери, и другим праздникам. Конечно, мы можем говорить и о телесном содержании. Хотя, отчасти, по сравнению с Великим Заветом, если мы знаем, что иудеи даже принято было на иудейских праздниках, и сейчас принято даже некоторые телесные движения танцевального характера, то в православии это отложилось. Но все-таки же мы одновременно и говорим о том, что пища благословенная Богом и вкушая ту пищу, которая с плодами Божьей любви к нам, мы тоже вкушаем отчасти, как благо Господь. Мы можем говорить о том, что в народной традиции, конечно, были постфизические какие-то такие события, как, например, хороводы, какие-то праздники, песнопения, но, тем не менее, они освящались уже в христианском народе, имели такой более целомодульный характер. Итак, мы говорим, что праздник — это освобождение единения. Конечно, в празднике человеку необходимо пережить освобождение от того давления греховного страстностиства, которое человек переживает в посте, в покаянной молитве и во время говения. Но, с другой стороны, конечно, праздник — это время такого радостного, но презвенного восстановления в духе. Поэтому я верю, что это естественно, что праздник опять переходит до говения. То есть после праздника еще более мы чувствуем необходимость и возможность вот такого искреннего стремления к Богу. Потому что говение — это есть не просто ограничение, как я уже говорил, это есть сосредоточение наших усилий, вдохновенные на еще большее приближение к Богу. Поэтому и мы слышим такие слова в девятой песне канона пасхального «Подавай нам истия, истия, причащайтесь тебе, невеличение, не царство требуется». Истия — еще с большим усилием, еще с большей радостью, еще с большим трепетом. И, конечно, таким образом, созерцая праздник, мы помним, что праздник — это не только, не столько обретение, сколько и наше, наоборот, горвание. То есть в празднике человек обретает Господу благодать, обязательно имеет потребность делиться ею с ближним. Поэтому праздник — это и кинозис, это и истощание, это и самоотдача. Тут мы видим в таких делах любви. И это есть то продолжение «Литургии» после «Литургии», которое нас приближает, в конце концов, к празднику праздников и жизни будущего века. Спасибо большое.